Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами будем разговаривать об обрезке винограда на рожки. В прошлом видео я вам показывала один вид обрезки, которым мы пользуемся всегда. Ну и говорила о том, что бывают случаи, когда ваша лоза не вызревает. Поэтому есть другой тип обрезки. Ну и также расскажу, в каком еще случае можно будет обрезать на рожки. Итак, начнем. У нас, ну так получилось, что лоза по каким-то причинам не вызрела. Как понять, что она не вызрела? Конечно, хорошо, если вы обратите внимание на свою лозу перед морозами. Потому что тогда невызревшая часть, она будет зеленая, вызревшая будет коричневая. Там более-менее понятно. Если прошел мороз, то все станет коричневым. И понять будет, ну, визуально достаточно сложно. Что мы делаем в таком случае? Можно приложить руки и посмотреть, вы почувствуете. Вызревшая лоза, она будет более тепленькая. А лоза невызревшая, она холодная. Когда вот вам будет чем сравнить, то есть, походите по своему винограднику, пощупайте, вы поймете. Можно прохрустеть пальцем. То есть, вызревшая лоза, она хрустит. Ну и смотрите. Вот здесь, кстати, будет показательно. Вот, вот она холодная часть. И видите, уже после морозик, фактически, вот она здесь отвалилась. И даже вот здесь она уже вполне может отвалиться. Значит, в таком случае, что мы делаем? Вот, обратите внимание, вот она, вызревшая часть. А вот, невызревшая. Значит, такую лозу мы обрезаем на рожки. Ну, здесь просто невызревшая была на три почечки. И у нас весной вот из этих почек пойдут молодые побеги. С невызревшей лозой мы разобрались. Когда еще мы можем применять такой тип обрезки? Для некоторых сортов, для того, чтобы получить более качественный урожай. Почему более качественный? Смотрите, вот это обычная обрезка на плодовую стрелку. И вот у нас старая древесина, проводящие пути разные. А вот эти плодовые стрелки, они же бывают и тоньше. Соответственно, чем больше у нас старой древесины, чем она толще проводящие пути. Большие здесь у нас все близенько. И можно получить более качественный, более лучший. Ну и как бы в большем количестве урожай. Но здесь есть одно но. Не все сорта плодоносят вот на этих первых почках. И поэтому не для всех сортов такой тип обрезки приемлем. Как понять, для кого приемлемо, для кого неприемлемо? Ну, конечно, в описании сорта можно посмотреть, почитать, на какую обрезку он реагирует. На длинную, либо на короткую. Но чтобы вы не прочитали, всегда лучше убедиться на собственном опыте. Значит, например, вот это у нас куст Аркадия. Вот мы прочитали, что Аркадия очень хорошо реагирует на такую обрезку. Но, смотрите, один рукав у меня на плодовую стрелку. Классическая обрезка, которую мы применяем всегда. А второй рукав мы порежем на рожки. И тогда, в следующем сезоне, мы убедимся, мы в любом случае будем с урожаем. Либо здесь, либо здесь, либо и там, и там. Но на собственном опыте посмотрели, убедились и точно уже будем знать, какой подход нужен к этому кусту. Вот пошли резать все-все, что у нас были. Вот такой рукав у нас в итоге получился. И, смотрите, весной, когда у нас из этих почек начнут появляться побеги, мы уже их начнем распределять по шпалере. И для того, чтобы в дальнейшем такую обрезку использовать, нам надо будет стараться максимально вот эти вот, чтобы из этих почечек, самых нижних, у нас росли более крепкие побеги. Тогда мы будем опять пользоваться такой же обрезкой. И фактически у нас здесь будут маленькие пенечки оставаться. Я вам сейчас на другом кусте покажу, как это выглядит. Но сначала мы все это еще раз посмотрим схематично. Значит, вот наш куст. Оттенками коричневого изображена старая древесина. И, как видите, вот наши побеги этого года. Снизу я прорисовала, что вот они желтенькие, они чуть вызрели. Сверху они зелененькие, они не вызрели. Хотя, может быть, уже мы об этом говорили, они полностью вызревшие, но мы решили, что такой тип обрезки нам больше подходит. Итак, схематично куст наш выглядит вот таким образом. И дальше мы его обрезаем. В идеале на три почки. Если у нас по каким-то причинам вызрело меньше трех почек, то мы обрезаем все то, что не вызрело. И смотрите, на рисунке я вам изобразила, что режем через один побег. Не обязательно через один. Когда я вам показывала на кусте в реальности, вы, наверное, обратили внимание на расстояние между этими рожками, между побегами этого года. То есть расстояние должно быть достаточным для того, чтобы потом мы смогли на этом месте разместить два-три побега, которые пойдут у нас расти из этих рожков. То есть не обязательно через один. Вы смотрите, как у вас побеги расположены, и таким образом и обрезаете. Ну вот схематично здесь, именно на рисунке я показала, что через один. Хотя, видите, на правом рукаве, например, я оставила два крайних. Там как бы хватает места на шпалере. То есть вы смотрите по тому, сколько места есть у вас на шпалере, чтобы в дальнейшем не было загущений. Если у вас изначально побеги находились на достаточно хорошем расстоянии, значит, мы оставляем каждый побег. Если они были достаточно густо, значит, там через один, а может быть, даже и через два. Мы смотрим по состоянию. Либо побеги могут быть один более вызревший, другой менее вызревший. И в таком случае, какой побег мы будем оставлять? Конечно, более вызревший. И потом уже смотреть, как те побеги, те лозы, которые пойдут из него расти на следующий год, будем смотреть, как их размещать на шпалере. Вот он, схематичный результат такой обрезки. Вот как он у нас выглядит. Для удобства я рисовала здесь только одну плоскость. Понятно, что плоскостей может быть две, рукавов у вас таких может быть четыре. Ну, для рисунка проще нарисовать именно таким образом. И вот, смотрите, наступил следующий год. Из этих почек, которые мы оставили, у нас начинают расти новые побеги, на которых будут грозди. Но мы смотрим, если, опять же, мы оставляли-то по три, вот я вам точечками специально изобразила почки, что мы не каждую почку можем проращивать. И какие-то побеги мы можем выламывать. Опять же, в зависимости от того, сколько места у нас есть на шпалере, и можем ли мы хорошо расположить эти побеги. Если у нас не получается, значит, более слабые мы выламываем. Поэтому вы видите, что на некоторых рожках где-то я оставила три, например, в центре, да, потому что там места хватает, а по краешкам я оставила два. И обратите внимание, что везде я оставляла нижние побеги. Если мы планируем такую обрезку использовать постоянно, а не временно, как в случае невызревшей лозы, значит, мы и дальше продолжаем резать таким образом. Смотрите, теперь уже точечками, может быть, их будет слишком много на рисунке, но я обозначила почки на вот этих зеленых побегах, ну, где-то три, где-то обозначила чуть больше. И на эти почки мы тоже будем ориентироваться. И вот у нас наступила осень, и мы опять делаем обрезку. Смотрите, я оставила также зеленые побеги, цвет, чтобы просто было удобнее ориентироваться на рисунке. То есть мы обрезаем сам рожок до нижней почки, до нижнего побега. И потом этот нижний побег мы обрезаем на три почки. И в итоге получаем вот такую картинку на левой стороне. Здесь я уже не стала рисовать много рисунков, а нарисовала как будто половину куста у нас осень, а половина это уже рост следующего года. То есть вот они у нас снизу чуть-чуть видно коричневая, это старая часть рожка. Вот более светло-коричневая, то, что мы обрезали. Вот они у нас три почечки. А справа, как они опять пошли расти. И опять мы убираем часть рожка по осени и оставляем три почки из побега этого года. Вот смотрите, результат такой обрезки. В прошлом году получилось, что лоза вызрела совсем плохо. Вот они рожки. Тут они вообще были совсем маленькие. И пошли побеги вот фактически из угловой почки, из самой первой. Ну, видите, какие у нас пенечки маленькие. И вот с этой стороны почка. Вот там почка, то есть они совсем близенько. То есть нарастание будет небольшим, при этом, видите, вот он, проводящий путь. Вот какая здесь лоза и какая здесь лоза. Но, повторюсь, подходит такая обрезка не всем сортам. Поэтому всегда лучше попробуйте, убедитесь на своем опыте, потом принимайте решение. Сразу показываю другой пример. Видите, вот здесь пенек побольше. Из него выросло две почки. Вот так его обрезаем, чтобы поставить нижнюю. Ну, и здесь сформируем опять такой рожок. Конечно, со временем, через там несколько лет, да, уже пенечки могут быть слишком большие, вам станет неудобно, допустим, обслуживать такой рукав. Но тогда при необходимости будете менять. При необходимости. Вот, смотрите, еще один пример. В прошлом году нарезали на рожки. И так получилось. Ну, в данном случае мы делали это, потому что лоза не выгорела. Но, тем не менее, куст абсолютно нормально отреагировал. Значит, вот это прошлогодний пенек. И вот оставили еще. Вот там прошлогодний пенек. Оставили еще. Конечно, видов формировки и обрезки существует достаточно много. Я показала вам две основных, которыми пользуемся мы, потому что нам так удобно, для нас это практично, нам удобно так обслуживать кусты. Что делать вам, вы всегда решайте сами. Ну, и на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!